Раз, два, три. Мы начинаем. Всем привет, меня зовут Антон Посохов. Это нескучные новости и сегодня в выпуске. Дождь из червей. 30 тысяч долларов на лечение кота. Первый робот-садовник. Пастер лечит пуками. Желтые зубы Джонни Деппа. Капучино на грудном молоке. Кровь сына в обмен на молодость. Так, поехали тогда по новостям. Необычный дождь прошел в штате Ост-Индия, граничащем с Непалом. Там выпали осадки в виде червей. Местные жители, испугавшись происходящего, спрятались по домам, закрыв окна и двери. Теперь специалисты пытаются установить, что стало причиной такого природного явления. Червей выпало так много, что люди еще долго не могли покинуть свои дома и выйти на улицу из-за большого слоя насекомых, упавших на землю. Интересно, сколько людей умерло от страха во время такого необычного дождя? Мы долго ждали и наконец-то это случилось. Ватсап добавил возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки. Если вдруг вы внесли какие-то правки, то собеседник увидит пометку «Изменено», однако не сможет посмотреть историю исправлений. Самая безумная новость в этом выпуске. Пастер из ЮАР излечивает прихожан своими пуками. Нет, вы не ослышались. Я пукаю 10 и больше раз в день. Христос Пенелопа живет в провинции Лимпопо, но как целители его знают далеко за пределами поселка. Очередь к нему расписана на несколько месяцев вперед. Люди приезжают к пастеру издалека, чтобы причаститься его газами и собрать его частицы в герметичные емкости. У пастера есть разработанная им методика. Пукать нужно как можно ближе к ноздрям пациента. Только в этом случае целительные силы войдут в тело как положено. Испуская газы в лицо, пастер показывает бесам, которые скрыты внутри человека, что доминирует над ними. Они пугаются и освобождают тело, после чего наступает выздоровление. Шахматы из Гарри Поттера скоро станут реальностью. Стартап из Израиля представил GoChess. Набор умеет подключаться к смартфону и двигать фигурки за вас. Программа работает с популярными шахматными сайтами, благодаря чему можно играть за столом с друзьями, даже если оппонент находится в другой стране. Работает все это, разумеется, на специальных магнитных рельсах. Шахматы уже можно предзаказать за 250 долларов, приблизительно 20 тысяч рублей. Продажи начнутся в мае 2024 года. А это видео можно использовать для рекламы новой части трансформеров. Грузовик настолько устал тащить все то, что на него нагрузили, что решил освободиться от всего. В том числе и от водителя, который, несмотря на пережитый шок, не растерялся и помчался за убегающим грузовиком следом. Интересно, догнал или нет. Слухи о том, что Apple планирует выпустить очки виртуальной реальности, ходят давно. Но сейчас появилась информация, что новинку уже могут представить в следующем году. И цена им будет в 3000 долларов. Надо сказать, что не все в восторге от предстоящего релиза. Бывший директор по маркетингу Apple, Майкл Гартенберг, сказал Bloomberg, что устройство может оказаться одним из величайших технических провалов всех времен. Еще немного новостей из мира виртуальной реальности. Инженеры представили лэптоп без дисплея, который совместили с очками дополнительной реальности. Гаджет называется SpaceStop. У него нет дисплея, вместо этого есть специальные очки, которые выводят 100-дюймовый виртуальный экран. Разработчики утверждают, что скоро купить такой лэптоп сможет каждый. Стоимость новинки примерно 2000 долларов. Мужчина 17 лет питается газировкой. Если не врет, конечно. 58-летний Галамреза Арде признался, что его тошнит от вида еды. Мужчина начал беспрерывно пить газировку в 2006 году. Когда проснулся ночью со странным ощущением во рту, от которого никак не мог избавиться. После этого иранец отказался от пищи. Семья не ест в его присутствии, чтобы не вызывать у мужчины неприятных чувств. А всю свою энергию Галамреза черпает из газированных напитков. Он выпивает три большие бутылки газировки в день и утверждает, что никогда не чувствует голода. Такое специфическое питание привело к тому, что Арде похудел на 32 килограмма и в целом стал чувствовать себя лучше. По крайней мере, он так утверждает. Прервемся буквально на секундочку. А вы поставили лайк под этим видео? Точно? Спасибо. Продолжаем. Ученые разработали искусственный рот. И подключили его к нейросети. Изобретение довольно неплохо исполняет песни. Наверное, скоро можно будет сходить на концерт этого искусственного рта. Интересно, какой будет афиша. Этот потрясающий пролет дрона был создан без использования дрона. Вы спросите, как? Отвечаю. Это опять сделали нейросети. Приложение, разработанное для айфона, с возможностью делать подобный эффект, уже популярно среди блогеров. Вот один из них показал, как за несколько минут можно создать аналогичное видео. В описании к этому ролику есть ссылка на приложение. Качайте, творите, не благодарите. 30 тысяч долларов на лечение кота потратила жительница Шотландии Кейли Бойл. Началось с того, что животное начало хрипеть. Кейли понесла питомца в клинику. У Раскала обнаружилась кошачья астма. Врачам удалось спасти кота. Но теперь он пожизненно должен будет принимать три вида ингаляций в день. А также кучу других лекарств. Чтобы не пропустить приступ астмы и вовремя прийти на помощь, Кейли установила во всех комнатах камеры, чтобы наблюдать за Раскалом. Женщина не жалеет, что потратила столько денег на лечение. Он моя опора. Моя родственная душа, сказала она. И мы неразлучны. Совсем скоро на экраны выходит фильм «Русалочка». Еще до премьеры многих возмутило, что главную роль сыграет темнокожая актриса. Но, возможно, этим спором скоро придет конец. Чешский дизайнер создал нейросеть, с помощью которой можно превращать чернокожих актеров в белокожих. И наоборот. Наверное, в будущем стриминговые платформы могут внедрить функцию, которая позволит выбирать цвет кожи, расу и пол главных героев. Netflix должен быть в восторге. Знакомьтесь, это киберсадовник Уиллоу Икс. Андроид умеет убирать территорию, собирать урожай и даже охраняет участок от посторонних. Также малыш может пропылесосить тротуар, убрать сорняки с грядок, привести в порядок газон. Уиллоу Икс самостоятельно подключается к сети, а зарядки ему хватает примерно на 6 часов активной работы. Кажется, я знаю, что подарить бабушке на день рождения. Кофе на грудном молоке можно попить в Перми. Местный предприниматель нашел через социальные сети молодых мамочек и предложил им сотрудничество. Тысячу рублей в обмен на поставку молока. Я недавно в декрете и увидела вконтакте объявление, что требуется много грудного молока. А у меня его как раз много, ребенок и так наедается, и я решила, почему бы и не позаработать. Сейчас с владельцем кофейни сотрудничает 9 женщин. От них он в общей сложности получает 5 литров молока в день, которые развозит по трем кофейным точкам. Стаканчик капучино на грудном стоит 650 рублей. В день на трех точках продается примерно 50 стаканчиков. Пермяк считает, что у бизнеса есть потенциал. К концу года стараемся выйти на оборотку в тысячу стаканов. Кажется, скоро понятие плохой художник может исчезнуть из нашей жизни. Представлена новая нейросеть, которая превратит обычный набросок, даже самый корявый, в полноценную 3D сцену с детальным окружением. Работает все очень просто. Рисуете картинку и пишите, что вы имели в виду. И через несколько минут, вуаля, нейросеть выдаст вам потрясающие картинки. Если вам стало интересно, как это работает, то в описании есть ссылка. Можете протестить. А это самая популярная собака прошлой недели. Видео облетело весь мир. Хозяин пса получил миллион комплиментов за фантазию. Но также нашлись и хейтеры, которые назвали подобное окрашивание издевательством над собакой. Напишите свое мнение в комментариях. Вы за или против подобного креатива с животными? Новости для поклонников Илона Маска. Будущее, где роботы заменят людей, уже не кажется таким далеким. Компания Илона Маска показала новое видео со своими андроидами. Оказалось, что они могут выполнять очень много домашней работы. И выглядят вполне прилично. Маск продолжает настаивать на том, что его роботы безопасны. И даже если сойдут с ума, то от них всегда можно убежать. У андроидов очень медленная скорость. А что если роботы научатся метко кидаться банками с консервированным горошком? Или ножами? Как тебе такое, Илон Маск? Японцы массово записываются на тренинги по улыбкам. Из-за масочного режима и пандемии, которая длилась три года, люди разучились улыбаться. Но на помощь пришла радиоведущая и тренер по улыбке Кейко Каванна. Сейчас на ее курсы невероятный спрос. Компании отправляют своих подчиненных целыми отделами, чтобы они снова научились улыбаться. Уроки обычно начинаются с растяжки, чтобы снять напряжение в мышцах. Участники используют ручные зеркала и следят за собственной мимикой в процессе занятий. Стоимость курса 47 тысяч рублей. А вот кто не разучился улыбаться, так это Джонни Депп. Правда, к его улыбке у многих возникли вопросы. Она у Джонни совсем не голливудская. На Каннском фестивале актер активно позировал фотографом на красной дорожке. И вдруг весь мир увидел, что у Деппа желтые зубы с кариесом. Актера прозвали ходячей антитабачной рекламой. А я вот подумал, вдруг Джонни Депп просто боится стоматологов. Может же быть такое? Редактировать фото для соцсетей скоро станет совсем просто. Конечно же, благодаря искусственному интеллекту. Новая нейросеть DragUGun позволяет изменить позицию и размер объектов на фотографии в два клика. Образовавшиеся пустоты дорисовывает. Судя по демо, в мире фотографий не существует задач, с которыми бы не справилась DragUGun. Протестить сейчас не получится проект в разработке. Но обещают выкатить до конца этого года. Новости для любителей халявы. Компания Телли хочет раздавать телевизоры бесплатно. Но есть одно но. У них будет два экрана. Верхний работает как основной, где вы сможете посмотреть кино и сериалы. А на нижнем всегда будет крутиться реклама, которую нельзя отключить. В устройстве есть саундбар, который разделяет два дисплея. И камера. Ее можно использовать для видеозвонков, занятий фитнесом и игр. Раздачу планируют начать летом этого года. И планируют раздать 500 тысяч штук. Пришло время для нашей постоянной рубрики «Милота дня». В Китае хозяин научил своего поросенка есть ложкой. Странно, что не палочками. Пара слов о трудной жизни тиктокеров. Пилить контент иногда опасно для жизни. Две тиктокерши застряли в продуктовой тележке, когда записывали видео. Сначала им было смешно, но когда оказалось, что выбраться невозможно, пришлось вызывать бригаду спасателей. Но даже они не сразу смогли вытащить юных блогеров. И в итоге контент получился круче, чем планировалось. Следующая новость для любителей китченеза. Хайнс представили машинку-дозатор, которая может создавать более 200 вариантов соуса. Теперь гости ресторанов смогут комбинировать вкусы из кетчупа, соуса барбекю, добавлять горчицу или усилители, халапеньо, манго и много чего еще. На протяжении 125 лет компания выпускала всего 57 вкусов. Но теперь их количество утроилось. Я хочу себе такой гаджет домой. А это видео прилетело прямо из Голландии. Там из каналов Амстердама вылавливают брошенные велосипеды. В городе каждый второй житель владеет велосипедом. И их часто воруют. Обычно воры доезжают из одной точки города в другую, и чтобы избавиться от улики, выбрасывают велик в реку. В связи с этим у голландцев появилась шутка. Если на улице крикнуть «Эй, это мой велосипед?», то как минимум 3 человека спрыгнут с велосипедов и бросятся убегать. В среднем улов достигает 15 тысяч штук велосипедов в год. Если вы часто летаете, то эта новость вас обрадует. Новозеландская авиакомпания Air New Zealand проанонсировала появление спальных мест в эконом-классе. Это будет платная услуга. Первые кровати появятся на борту уже в 2024 году. Выглядит модуль для сна, как трехэтажное купе поезда. Отгородиться от соседей можно будет шторкой. Новости из мира сумасшедших миллионеров. Американский миллионер Брайан Джонсон стал знаменит после того, как рассказал, что тратит на свои анализы 2 миллиона долларов в год. Брайану 45. И он решил не стареть. Строгая диета, жесткий график. И десятки врачей, по его мнению, позволяют ему поддерживать свой организм на уровне юноши. Недавно Брайан пошел еще дальше. Его сын, которому сейчас 17, регулярно сдает кровь, из которой извлекают плазму, которая потом вливается отцу, тем самым омолаживая его организм. Переливание плазмы в теории и правда может помочь омолодиться организму. Правда, все опыты проводились на мышах. И как этот метод влияет на людей, пока неизвестно. Лего представили огромный набор из 4000 деталей. По фильму Бэтмен возвращается. Теперь своими руками вы сможете собрать Бэтмобиль, Бэтпещеру, фигурки Бэтмена, Брюса Уэйна, Альфреда, Женщины-кошки и Пингвина. Продажи стартуют 8 июня. Цена вопроса 449 долларов. В Нью-Йорке состоялась Мэтт Галла для животных. Владельцы снарядили своих питомцев в наряды, которые повторяли выходы знаменитостей с оригинального мероприятия. Когда-то, в 2013 году, Бэтт Галла задумывалась как шутка. Но теперь над созданием нарядов для животных работают настоящие костюмеры. Организации начинают заниматься за несколько месяцев. В этом году Балл посетила 11 собак и одна кошка. Этот дом называют одним из самых дорогих в Австралии. И дело не в его уникальности, а в месте, где он стоит. Когда-то давно это была деревня. Но затем застройщики стали выкупать у жильцов их участки. И на этом месте вырос огромный жилой комплекс с одинаковыми домами. И только семья Заметт отказалась продавать свой участок. Уже много лет застройщики пытаются выкупить их дом. Но пока безрезультатно. Недавно семье предложили 33 миллиона долларов. Но Заметты и от этой суммы отказались. Это все нескучные новости на сегодня. Ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, как я лучше в кадре с кепкой или без кепки. Мне интересно ваше мнение. В описании под этим видео мои социальные сети. Подписывайтесь. Буду рад вас видеть в друзьях. Увидимся на следующей неделе. А пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok